Вилеш Тилвилд, сбоку припёка, часть 9, Ирина Диденко, графика, накануне выпускного из интернета Женьку Ёжика и Ваську Зорина вызвали в рейд-дел милиции по повестке, садитесь, ребята, мы пригласили вас в наш рейд-дел, как вполне взрослых и серьёзных людей, оба вы уже переболели детской комнатой, и разговор у нас с вами возник из нашей, скажем честно, реальности, оба вы троечники к тому же девиантного поведения и давно уже в отношениях, впрочем, за это вас не посадишь, а если и посадишь, то что ненадолго. Правда ещё есть вариант выслать вас за сотый километр, но настолько вы ещё не нагрешили, а стране нужны сварщики и крепкие здоровые семьи, правда, в Тюмени. Так что, как только после школьного выпускного вы распишитесь, а точнее мы вас распишем по чесноку прямо в районном ЗАГСе, а не на заборе, тут же туда и поедете работать и учиться на сварщиков. Тюмени. 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 Цвайн. Если еще раз до выпускного застукаю вас на выходных в одной постели, тут посажу, участковый это подтвердит. Угу, тупо сказал участковый, я сам со своей Зинкой двумя дочками 15 лет по общагам служебным шарис в жизни, как говорит моя Жинка, как в падеде. Кто оступаться, то и впады. Вот такое скользкое предапортие только вслух об этом не вякать, где вякните, там и заклякните. Свободны. И, получив подписанные строгим ментом повестки, Васька с ежиком пробкой вылетели из ровт. Дурной сон жизни поджидал их только уже через годы, как и первый вещий сон мелкого, который приснился ему в девичьей горенке херсонских посудомойщиц, уложивших мелкого прямо на полу на какой-то давно изношенной женской шубе из цигейки. Похоже, что и херсонские затворницы интерната уже точно не знали, как она к ним попала, а тем более мелкий, которому в уголке казенной девичьей комнатки внезапно приснился сон. Рыжий дополовой в волосах своих мелкий был сразу с детства со странно испитым еще в предках лицом, словно иссечен осколками лонного реголита с многочисленными, явно возрастными веснушками-конопушками. С ними в то время он жил, и с ними и по жизнь ходил правда, и ушки да с веснушками было неплохо, но они оттеняли только наметившуюся на его щеках красноватую древнего иудея, сплошь состоявшую из его предков из всяческих канторов, рыбы и раввинов, о которых он, к сожалению, в подростковом возрасте был еще мало наслышан. Эти предки обещал проявить себя только потом, а вот мелкий никогда не рассчитывал на потом, и уже с детства напоминал волосами соломенную сельскую стреху давно неухоженного сельского дома. Словно сам по себе он был живорожденной такой себе хаткой в три латки, от которой сходили и хлебный дух и какая-то щемящая далеко не детская боль. Таким и запомнили его и Зинка, и Сонька в ту пору, когда он впервые к ним заглянул на часок в пустое послеобеденное время. Да, то действительно был мальчишка, который внезапно стал сиротой и был у всех на слуху и юные поварихи его тоже жалели, предлагая полозгать вместе с ними семечками прямо из херсонских подсолнухов. За это он стал приносить им всяческие модные журналы, чаще венгерские, но случались даже и финские, источник которых мелкий не раскрывал, принес, дал посмотреть и тут же унес. Взбудоражив всяческий девичье воображение подневольных интернатовских стрепух, которые чаще всего горбатились на интернатовской посудомойке взамен же он получал свой уютный и теплый уголок на полу нарваной цегейковой шубе, где он снился себе вечно рвущимся на свободу древним барским холопом. И тогда, во время сна ему все время казалось, что за ним все время рвались разъяренные хорты, тогда как сам он стремительно пытался добежать до ошкоренной сосновой перекладины, вырвись за которую, он бы вновь оказался бы в неком невероятно плотно востребованном времени и пространстве, где для него были уготовлены всяческие невероятные роли. Но, не добежав до перекладины огромных размеров, он так и просыпался маленьким пристыженным человечком, в висках у которого только и звучало «Эх, ты!» и тогда глаза Кольки Чмахала начинали слезиться, и тогда только огромная Сонька Довьюнотила и Азинка почти по-матерински обвивали его своими сервисными телами будущих блудниц, а затем они просто шли пить слабый цейлонский чай, и мелкого попускала.